Здравствуйте, меня зовут Андрей Дрейер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Обещанного 6 лет ждут, но это не предел. Барнаульская мэрия даже после решения суда не спешит ремонтировать одну из барнаульских многоэтажек. Ждут здесь и решения другого вопроса. За домом разрастается стихийная свалка. Кто должен навести порядок? А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru, на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия. На желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Очередной сигнал поступил с улицы Телефонной 42А. Это многоквартирный дом, который по закону о приватизации власти города должны были отремонтировать еще в 90-е, когда жильцы приобретали квартиры в собственность. Капитальный ремонт не провели до сих пор. Оказалось, в этой истории много нюансов, знать который будет полезно и другим жильцам, столкнувшимся с подобными проблемами. Поэтому сегодня наш выпуск посвящен дому на Телефонной. Фундамент рушится. Он и так там, я не знаю, сколько лет уже тому назад уже приезжали, смотрели, там трещины идут по всему периметру этого фундамента. В таком состоянии сейчас дом на улице Телефонной 42А. Построен еще в 1972 году и с тех пор капитально не ремонтировался. Больше всего жители боятся за отмостку. С правого торца от нее вообще ничего не осталось. Поэтому дожди и талые воды постоянно заливают подвал. Погреба и гаражи подземные, они немного повыше. И зимой, тут море снега, и когда ливни летом сильные, и отсюда все, так как отмостки нет. И вот прямо вот в это вентиляционное окошечко, и это все сливается туда, где фундамент нашего дома. Отмостка только малая часть всех проблем этого дома здесь давно должны были провести капитальный ремонт. Татьяна Сметанкина, еще будучи домкомом, подала в суд на комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула и выиграла. Возложить на комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула обязанность привести капитальный ремонт, системы топления, холодного водоснабжения, крыши, системы отмостки многоквартирного жилого дома 42 по улице Телефонная. Решение должно быть выполнено в течение шести месяцев. Это решение Центрального районного суда Барнаула, вынесено на основании статьи номер 16 Федерального закона о приватизации жилищного фонда. Согласно этому документу, перед приватизацией квартир власти города должны были отремонтировать дом. Дата судебного решения 20 мая 2013 года. Срок, отведенный на исполнение решения, шесть месяцев. Администрации не хватило даже шести лет. Шесть лет прошло с решения суда. Хоть что-то было сделано? Нет, ничего. То есть за все это время вообще ничего нет? Нет, они только приходят каждый год, смотрят, составляют документы какие-то и на этом все. То есть они ежегодно приходят? Да, периодически приходят, потому что я пишу, и они мне отписываются, и каждый год мне говорят, ну, в следующем году, в следующем году и так далее. Капитальный ремонт откладывается, дожди продолжают подмывать фундамент. Но от белого света скрыты и другие проблемы. Трубы отопления. Одну воду мы заменили, собирали деньги, мы ее поменяли на полипропилен, а вот это вот то, что по решению суда. В таком состоянии, с такой ржавчиной. Годами жильцы дома непрестанно собирают деньги, вызывают слесарей и сварщиков. Хотя тяжело даже поверить, что трубы в таком виде все еще пригодны для ремонта. И вы чините тоже постоянно здесь какие-то сварки? Ну а как же. Все это бьет по карману жителей. Деньги утекают, как вода. Подвал, бедствие, которое скрыто от глаз, но и самая серьезная проблема, если о ней не знать, тоже незаметна. Это крыша. Вот это все, сейчас вот где белые кирпичи. Оно опять все... Это все настолько промокло? Да. Это все вот просто до четвертого этажа уже доходит. Обновление кровли обходится дороже всего. В итоге, чтобы проводить текущие ремонты, жильцы добавляют к ежемесячному тарифу по 2 рубля и 70 копеек за один квадратный метр. Прямо вот осенью его сделали перед зимой. Все-таки были довольны, но вот весной все по новой. А так только в этом подъезде или это периодически везде было? Периодически везде. Решение суда должно было помочь жителям, а сделало их заложниками ситуации. Деньги, которые у нас почти миллион денег накуплено на спецсчете на капитальном ремонте, мы их взять не можем по закону, потому что у нас есть решение суда. То есть фонд капитального ремонта, не выделяя деньги тем домам, которые выиграли из суды. Комитет по ЖКХ, который должен был выполнить решение суда, ответил так. Учитывая сложившуюся судебную практику, при которой количество исполнительных производств во возложении обязанностей по выполнению капитального ремонта увеличивается, выполнить капитальный ремонт данного дома в сроке, установленный решением суда, не представляется возможным. В переводе это значит «слишко многие жалуются, всем не поможешь». А между тем, времени ждать нет, потому что дом в таком состоянии, что уже угрожает жизни, пока только в отдельных квартирах. Бежала по потолку и по стенам везде вода. Только сделала ремонт, все отклеилось. Шкаф чуть не упал на меня, я его еле-еле сдержала руками, потому что все эти штыри... А шкаф как мог упасть? Из-за чего? Так штырь оборвался, вон, видишь? Штукатурка, а... Там все мокрое и все оторвалось. То есть настолько размокло из-за того, что бежала? Да, да, да. Так она до сих пор вот сыпется, я катаюсь. Настолько там она вся. Между тем, дому напротив, где крыша кажется еще хуже, удалось добиться ремонта по точно такому же решению суда. По словам жильцов, проектно-сметные документы уже подготовлены. Для дома на телефонной 42А. Сроки капремонта постоянно передвигают. Они ссылаются вначале на одну программу, там разработана такая-то программа. И вроде ваш дом включен на 16-й год. Потом, ой, у нас другая подпрограмма. Вы уже на 18-й год. Потом третья программа, уже на 19-й. Ну, сейчас 19-й тишина. Ну, теперь, наверное, еще на пару лет сдвинут. Ну, так и будет. Действительно, документы говорят о том, что с датой контролирующие и ответственные организации определиться никак не могли. Да и вообще запутались. Во-первых, администрация города пишет, что ремонт будет в 2021-м. Прокуратура, что в 2019-м году. Во-вторых, прокуроры края и вовсе провели проверку управляющей компанией. Хотя заявление жители писали на комитет жилищно-коммунального хозяйства. Мы спросили специалистов из самого комитета, когда все-таки капитальный ремонт, который они обязаны провести. Оказалось, ставка прокуратуры на 2019-й год была слишком оптимистичной. Этот объект включен на 22-й, 23-й годы. В 22-м году будет разработана проектно-сметная документация на выполнение ремонта. В 23-м году выполняются работы, люди обращаются в суд. И мы вынуждены исключать из регионального оператора при наличии судебного решения тот перечень работ, которые люди могли бы выполнить в рамках регионального оператора. Это представитель комитета ЖКХ говорит о том, что есть еще одно юрлицо, которое может провести ремонт дома. Региональный оператор фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Его учредитель Минстрой и на нем в крае лежат основные объемы работ по проведению ремонтов. А можно вообще ни от кого не зависеть открыть спецсчет на дом от ТСЖ и самостоятельно с собственниками нанять подрядчика на ремонтные работы. Так вот, в комитете ЖКХ просят не подавать на них в суд. Ведь последний по закону о приватизации обязывает комитет провести ремонт. Как только решение вступает в силу, рекоператор, организация более гибкая и удобная, лишается возможности провести капитальный ремонт. А когда его проведет заветный комитет, неизвестно. Ведь даже если дату и назначили, ее все равно могут перенести. Ведь если решение не исполняется, какое-то время должны приставы заняться этим делом? Они занимаются, они периодически, каждые полгода продляют, штрафуют на 50 тысяч и продляют, штрафуют на 50 тысяч и продляют. Там уже, по-моему, около полмиллиона денег они взяли только одного штрафа. Все, толку нет, все равно. Многочисленные санкции от судебных приставов не помогают. Де-факто штрафы, выплачиваемые администрацией города, это просто перетекание денег из бюджета Барнаула в бюджет края. На что рассчитывает жителям телефонный 42А? Дождутся ли они ремонта хотя бы в 2023 году? Ответить на этот вопрос пока никто не может. Мы всегда говорим о том, что будем следить за ситуацией. За этой, хоть разрешится она и не скоро, мы будем следить особенно пристально. Ведь известно, что в Барнауле еще очень много домов, которые по решению суда должны быть отремонтированы именно администрацией города. Но далеко от этого дома мы не уходим. Есть здесь еще одна коммунальная беда. Небольшая стихийная свалка почти под окнами. За гаражами мусора лежит, по словам жильцов, тоже уже почти 6 лет. Никто ее не убирает. Земля не принадлежит ни одной обслуживающей организации. Она муниципальная. Юрист нам рассказал, куда обращаться в таких случаях. Есть Минприрода, есть Природно-охранная прокуратура. Это как раз те организации, которые курируют вопросы, связанные с мусором. И, безусловно, администрация. Я гражданам, которые обнаружили у себя на территории стихийную свалку, в первую очередь советую обратиться в администрацию района. Если администрация вас не услышала, смело идите в прокуратуру. Если у вас под окнами тоже мусор, дом находится в критическом состоянии или беспокоит другие коммунальные проблемы, обращайтесь к нам. Заполняйте форму на сайте talknews.ru и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи.